В частности, допрошены свидетели ДТП. И основным таким, основополагающим для нас документом являются результаты экспертизы. Собрали доказательную базу и отправили дело в суд. Следком завершил расследование ДТП, в котором погиб прокурор. Это желание пациенток, это на сегодня их выбор в сторону мягких родов, в сторону партнерских родов. Партнерские роды, совместное пребывание матери и ребенка и не только. Сегодня в рамках Дня открытых дверей будущие мамы смогли увидеть и оценить все новации второго роддома. Договорили с администрацией области, с администрацией города о том, что поддержим и наши баскетбольные команды, в том числе за счет средств бюджета. Спорт в приоритете. Во Владимире сегодня стартовал ежегодный турнир по баскетболу «Владимирская весна». Добрый вечер. Вы смотрите новости на телеканале «Вариант» в студии Анна Морозова. Смертельное ДТП произошло сегодня утром в Юрьевпольском районе. По предварительной информации, около 14 часов на 74-м километре автодороги «Владимир Юрьевпольский» водитель ВАЗа. При совершении маневра обгона выехал на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом «Газель». В результате ДТП водитель легкового автомобиля 1942 года рождения. Его пассажирка погибла на месте происшествия. Шестеро пассажиров, находившихся в микроавтобусе, доставлены в медицинское учреждение. Сейчас выясняются все обстоятельства ДТП. Обвиняют в ДТП со смертельным исходом. Следком завершил расследование уголовного дела в отношении 42-летнего жителя Судогодского района. По версии следствия, вечером 17 ноября 2018 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения сел за руль квадроцикла. При этом сам находился без застегнутого мотошлема и перевозил на заднем сидении пассажира тоже без шлема. При движении, следуя со скоростью около 80 км в час, водитель не справился с управлением и транспортное средство опрокинулось в кювет. В дорожно-транспортном происшествии погиб пассажир, 30-летний сотрудник прокуратуры. Обвиняемый не признал своей вины. Он настойчиво утверждал, что транспортным средством управлял не он, а погибший. Следователь провел значительный объем мероприятий для установления и закрепления доказательств истинных обстоятельств ДТП. В частности, допрошены свидетели ДТП. И основным таким, основополагающим для нас документом являются результаты экспертизы, ситуационная экспертиза, включившая в себя несколько исследований. Это генетические, медицинские и автотехнические. В совокупности, следователь пришел к выводу о том, что именно обвиняемый управлял квадроциклом и нарушил во время управления правила дорожного движения. Кроме того, следствием установлена еще одна важная деталь. Пострадавший не владел навыками вождения транспортными средствами. Собранный комплекс доказательств подтвердил выводы следствия о том, что квадроциклом управлял обвиняемый. У погибшего осталось двое маленьких детей. Уголовное дело передано прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и направления в суд для рассмотрения по существу. Недостаточно контролирует дорожную отрасль региона. По итогам проведенной комиссии администрации Владимирской области служебной проверки губернатор Владимир Степягин объявил выговор директору департамента транспорта и дорожного хозяйства областной администрации Александру Романенко. Счетная палата Владимирской области, которая по инициативе самого Романенко проводила проверку финансово-хозяйственной деятельности департамента, обнаружила факт неосвоения им денежных средств на общую сумму более 163 миллионов рублей. В официальном релизе областной администрации сообщается, что таким образом надзорный орган подтвердил обоснованность претензий предъявленных Романенко его непосредственным руководителям. Однако чуть позже на сайте счетной палаты появилась другая информация. Аудиторы заявляют, что проверка финансово-хозяйственной деятельности департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Владимирской области ни в 2018 году, ни в первом квартале 2019 года не проводилась, а была проведена внешняя проверка бюджетной отчетности департамента за 2018 год. Кроме того, счетная палата уверяет, что факт неосвоения денежных средств на общую сумму более 163 миллионов рублей в карте итогов проведенного экспертно-аналитического мероприятия не отражен, так как не является нарушением действующего законодательства. К слову, сам Александр Романенко намерен оспаривать выговор. Готовы инвестировать в расширение производства губернатор встретился с лауреатами премии правительства России в области науки и техники, президентом-председателем Совета директоров Международного биотехнологического центра «Генериум» Александром Шустером и генеральным директором предприятия Дмитрием Кудлаем. В ходе встречи Владимир Сипягин и Александр Шустер подписали протокол об условиях осуществления инвестиций в строительство дополнительного цеха для расширения производства биологических препаратов в Петушинском районе. Инвестор планирует в 2019-2020 годах организовать строительство трех полных производственных линий. Общий объем инвестиций в проект составит ориентировочно 3 миллиарда 893 миллиона 409 тысяч рублей. Президент Российской Федерации поставил задачу в 2024 году обеспечить новое развитие социально-экономического потенциала Российской Федерации. И вот мое мнение, что ваше предприятие как раз исследует этому посылу во всех отношениях, развивает страну, развивает собственный бизнес и значит развивает то, о чем говорил президент. А значит, как следствие, это является повышение качества уровня жизни жителей Владимирской области. Подписание протокола – это еще один кирпичик, фундамент первого в Владимирской области трехстороннего специального инвестиционного контракта. Соглашение между Генериумом, администрацией Владимирской области и Минпромторгом Российской Федерации. На освоение производства промышленной продукции, не имеющей аналогов в России. В документе будут прописаны обязательства компании по освоению производства биологических препаратов, а также обязательства государства и региона в части гарантии стабильности налоговых и регуляторных условий и предоставлений мер поддержки проекту. Например, таких, как налоговые льготы, получение исключительной лицензии, приобретение статуса единственного поставщика. В ходе общения руководители Генериума попросили главу региона оказать содействие в решении вопроса о создании так называемой опорной школы в поселке Вольгинский, где сложился крупный фармацевтический кластер. Губернатор дал поручение руководителям социального блока областной администрации проработать этот вопрос и при необходимости инициировать обращение в Министерство просвещения Российской Федерации. Посетить роддом и познакомиться с врачами во Владимирской области в эти дни активно реализуется проект «Марафон по роддомам». Организаторами акции являются Департамент здравоохранения администрации Владимирской области, Палата по защите прав пациентов, партнером выступает и Центр профессиональной поддержки материнства и детства «Мамина радость». На прошлой неделе гостей принимал областной перинатальный центр, сегодня день открытых дверей состоялся во Владимирском родильном доме номер 2. Второй роддом сейчас в центре особого внимания молодых мам. Неделю назад, 26 марта, в учреждении сменился руководитель, новый главврач Вера Плашкевич. К реорганизации приступила с первого рабочего дня. У врачей сменился график работы, иной стала и сама структура роддома. Сегодня в рамках дня открытых дверей будущие мамы смогли увидеть и оценить все новации второго роддома. Одна из них – палаты совместного пребывания матери и ребенка. Они были переоборудованы из тесных ординаторских в послеродовом отделении. Здесь по три койки, рядом с ними кроватки для малышей. Теперь после родов малыша не уносят в детское отделение, а помещают в одну палату с мамой. Все три дня – от родов до выписки. Персонал роддома учит молодую маму ухаживать за ребенком. Жительница Владимира Эльвира Лопухина стала одной из первых мам, опробовавших новацию на себе. Девушка признается – поначалу отнеслась к предложению с недоверием, но сейчас она рада возможности с первых дней находиться рядом с малышом. Нам очень помогает персонал здесь замечательный. Все помогают. Приходят каждый раз, спрашивают, как дела, если что-то не знаем, любые вопросы всегда отвечают. Помогут перепеленать, подмыть, накормить. В ходе экскурсии главврачи-врачи ответили на вопросы будущих мам. В частности, Вера Плашкевич заявила, что роддом не будет переведен полностью на коммерческую основу. Поэтому будущим мамам переживать не стоит. Но новая платная услуга появится – так называемый индивидуальный пост врача. Он представляет собой коммерческий контракт между будущей мамой и конкретным врачом, который будет принимать у нее роды. Но и бесплатные роды с дежурной бригадой врачей тоже останутся. Внедрить перемены за столь короткий срок стало возможным в первую очередь благодаря поддержке персонала, говорит новый управленец. Надо отдать должное коллективу. Коллектив совершенно адекватный, коллектив профессиональный. Народ реально понимает, что это веление времени, это желание пациенток, это на сегодня их выбор в сторону мягких родов, в сторону партнерских родов. В рамках дня открытых дверей посетительницы осмотрели и другие помещения роддома. Будущие мамы по достоинству оценили новации. Мне больше всего понравилось то, что в партнерских залах появились отдельные партнерские залы, где можно уже непосредственно со своим мужем вдвоем, без каких-то посторонних людей, все спокойно, все чисто, все просто на уровне. В перспективе к марафону по роддомам присоединятся и другие родильные дома Владимирской области. Организаторы проекта считают, детальное знакомство с такими учреждениями поможет будущим мамам правильно подготовиться к родам, избавиться от необоснованных страхов и выстроить доверительные отношения с врачами. И коротко о других заметных новостях. Управление автомобильных дорог администрации Владимирской области напоминает, что до 30 апреля введено временное ограничение движения всех видов грузового транспорта по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения Владимирской области. Выдачу специальных разрешений и согласований на движение указанных транспортных средств по автомобильным дорогам осуществляет Влад Упродор в соответствии с административным регламентом и постановлением губернатора. О возмещении вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения области. Прием заявлений и выдача специальных разрешений и согласований производится по адресу Горд Владимир, Судогодское шоссе, дом 5, кабинет 116 и 117 ежедневно с 8 до 16 часов, кроме выходных. Дополнительную информацию можно получить по телефону 45 85 60 42 50 24 и на официальных сайтах департамента. Освобождают территорию от незаконных металлических конструкций. Администрация Ленинского района призывает владельцев гаражей, самовольно установленных на земельном участке в районе дома номер 4 по улице Василисина, о необходимости в срок до 25 мая освободить муниципальный земельный участок. В случае неисполнения этого требования демонтаж и вывоз металлических гаражей будет произведен в принудительном порядке. В топ-10 аналитическое агентство Турстат представило рейтинг самых популярных у иностранных туристов городов и регионов России в 2018 году. Владимирская область первой десятки. В числе главных факторов роста въездного туризма эксперты назвали чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России. Морские круизы на Дальнем Востоке и Балтике и электронные визы. Однако неизменной привлекательностью путешествий по России для зарубежных гостей остаются исторические и культурные памятники, национальное гостеприимство и русская самобытность. Всем этим может гордиться Владимира Суздальская земля, входящая в легендарный маршрут «Золотое кольцо России». В минувшем году в регионе побывали более 200 тысяч иностранцев. Это гости из Китая, Японии, Италии. Почти половину из них принял Владимир Суздальский музей-заповедник, в состав которого входят 65 памятников архитектуры, 7 из которых включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Война против биотума. Жители деревни Рукаф обеспокоены качеством экологии в населенном пункте с недавнего времени. В деревне функционирует завод по производству гидроизоляционных материалов. Местное население считает, что выбросы с предприятия небезопасны для здоровья. После многочисленных жалоб жителей на предприятие был проведен ряд внеплановых проверок со стороны надзорных органов. О их результатах расскажет Евгений Павлов. У меня написано в одном документе 35 источников выбросов, а в другом документе написано 23 организованных источников выбросов. На оглашение результатов пригласили инициативную группу жителей деревни Рукаф. Именно после их заявлений было принято решение о комплексной проверке предприятия. Представители госстроенадзора установили, что все здания и сооружения предприятия соответствуют проектной документации и разрешению на строительство. Вентиляционное оборудование соответствует всем нормам. Сотрудники Роспотребнадзора провели проверки атмосферного воздуха. Нарушений санитарного законодательства выявлено не было. Сотрудники Департамента природопользования тоже утверждают, что количество выбрасываемых предприятием химических веществ соответствует пределам допустимого. Первая проба была взята при сливе битумов приемной камеры, а вторая во время производственного технического процесса. На предприятии эксплуатируется газоочистительная установка «Ятаган», к которой подключены все основные технологические процессы, которые проходят на предприятии. И в результате тех проб, которые были сделаны на предприятии, превышение нормативов было не установлено. Жители деревни Рукав результаты проведенных исследований все же не утешили. Они хотят видеть в деревне установку, которая будет мониторить все выбросы с завода и показывать результаты на табло. Такой прибор учета химических элементов стоит 10 миллионов. Артур Азаев, генеральный директор завода НПП «Биатум», заявил, что не готов вложить данную сумму для посуточного контроля за заводом. По его словам, регулярные проверки предприятия надзорными органами – главный показатель безопасности жителей. У нас уже неоднократно проходили проверки. Более того, было исковое заявление в суд, где обвиняли Роспотребнадзор, наши предприятия, администрацию города, о том, что мы действуем не в рамках закона и введены в эксплуатацию незаконно. Результаты суда тоже всем известны. Суд подтвердил законность ввода предприятия в эксплуатацию. В рамках сегодняшней встречи руководство предприятия заявило, что всегда открыты для диалога с местными жителями. Но за экологической обстановкой надзорные органы будут следить и дальше на постоянной основе. Евгений Павлов, Алексей Ковалев, телеканал «Вариант». Увидеть войну своими глазами в Центре культуры и искусства на Соборной сегодня открылась передвижная фотовыставка «Афганская война» 1979-1989 годов. Она приурочена к 30-летней годовщине вывода советских войск из Афганистана. На выставке представлены 25 фотополотен, посвященных войне в Афганистане. Организатор съемок и выставки – Российский союз ветеранов Афганистана. Автор фото – известный фотохудожник Александра Благинина. Основа сюжета – фотографии рассказы ветеранов-афганцев. Съемки проходили летом 2017 года в Крыму. В них участвовали участники молодежных историко-реставрационных клубов. Было использовано много военной техники, оружия, образцов военной формы. Сюжеты фотографий старались сделать максимально приближенными к реальности. Организаторы говорят – эта выставка по-своему уникальна. Практически все фотографии сняты в динамике. Съемки были достаточно сложными из-за этого, долгими. Но вместе с тем стали очень интересными. Аналогов подобных выставок пока еще в России не существует. То есть это первая такая выставка. На этих полотнах военные действия и отдых. Советские солдаты и маджахеды. Хладнокровные фотографии не делят участников войны на своих и чужих. У каждого из них своя война. Первыми посетителями выставки стали члены Владимирского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство». Они отметили полотна, приближенные к исторической правде. Вы знаете, это правдивое творчество. На этих фотографиях мы видим тех людей, их чувства, их отношения к тому ратному делу, к тому ратному труду, который они делают. То, что сюда надо приходить. Фотовыставка «Афганская война» уже объехала 20 регионов России. Впервые она была показана в Совете Федерации 14 февраля 2018 года. В Центре культуры и искусства на Соборной выставка продлится до 14 апреля. Затем фотографии отправятся в Донецкую Народную Республику. Во Владимире сегодня стартовал ежегодный турнир по баскетболу «Владимирская весна». Для нашего региона это событие знаковое, проходит уже в 13-й раз. В торжественной церемонии приняли участие председатель законодательного собрания Владимир Киселев, представитель областной администрации, ректор ВЛГУ Анзор Саралидзе, представители Федерации баскетбола и спортивной общественности Владимирской области. Всего в турнире принимают участие 10 профессиональных баскетбольных клубов, в том числе из Великого Новгорода, Перми, Костромы, Московской области и, конечно, областного центра. 33-й регион представляет команда «Владимирские львицы». В приветственном слове к командам-участницам обратился председатель ЗАГС собрания Владимир Киселев. Он особо отметил, что поддерживать необходимо все виды спорта и не только из бюджета. Органы власти поддерживали и будем поддерживать в дальнейшем все направления развития физкультуры и спорта нашего региона. Это и строительство новых спортивных сооружений, которые у нас активно сейчас проводятся в Владимирской области. Это и строительство простейших спортивных сооружений в городах и районах области, во дворах, в спортивной площадке. Ну и, безусловно, поддержка команд. Мы сегодня договорились с администрацией области, с администрацией города о том, что поддержим и наши баскетбольные команды, в том числе за счет средств бюджета. Мы считаем, что в обязательном порядке вот такая поддержка принесет и она уже приносит положительные результаты. Впервые в этом году на Владимирской весне будут разыграны два комплекта наград среди команд двух возрастов девушек 16 и 17 лет. Для победителей и призеров турнира Владимирской Федерации приготовила оригинальные кубки, выкованные в известной Владимирской кузнице Бординых, а лучшие игроки получат ценные подарки. Турнир продлится до 6 апреля, именно тогда и станут известны фавориты турнира. А завтра в спорткомплексе БЛГУ в рамках турнира «Владимирская весна» пройдет мастер-класс от президента Федерации баскетбола России бронзового призера Олимпийских игр Андрея Кириленко. И к этому часу это вся информация, подготовленная редакции. Если вам есть о чем рассказать, жителям гордой области, звоните по телефону 44 40 47. Я прощаюсь с вами, всего вам доброго и до свидания. Продолжение следует...